Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И мы слышали в этих молитвах слова не только благодарности Богу, но и мольбы Богу. Мы слышали слова, просьбы, чтобы Господь не оставлял нас даже до смерти. И мы молились сегодня за тех, кто уже отошел от этой жизни. Даже мы слышали такие слова, что Господи, помилуй тех, кто находится в Ааде. То есть в Ааде держимым. Господи, помяни и их. То есть единственный, можно сказать, день, когда мы молимся и просим за тех людей, кто находится в Ааде. Сегодня великий день, дорогие мои. Поэтому, милостью Божию, вы сегодня здесь почтили сей праздник. Сегодня, братья и сестры, молебна у нас не будет, но будет молебен на озере Ямное. Там сегодня администрация устраивает вместе с нами праздник Святой Троицы. Вот там будет ослужен в 12 часов, вот ровно через час молебен. Вот, потом будут различные, будет развлекательная программа. Можно с детишками, с внуками прибыть туда и, так сказать, быть совокупленной всему народу, который будет там. Еще, дорогие братья и сестры, завтра у нас состоятся похороны и отпевания в нашем храме почившие Матушке Галины. Я думаю, что это только начало, как всегда мы говорим, это начало получено, да, в нашем возрастании духовном. Потому что мы должны все познавать свои дни, потому что мы вообще совершенно не знаем ничего. А такие глубины бывают, очень-очень и очень единое познание бывает у людей, те, кто хотим это поверить. Естественно, когда Господь благословляет это, и учение нам дает, если мы просим, если мы хотим это. Ну, а если мы... Поэтому мы стараться больше, возрастать, так сказать, самым-самым познаваться, познавать нашу веру, самым образованием. Так, вот, значит, вручается вам свидетельство, серпокроз Александру Васильевичу. Спасибо, девчонок. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Спасибо. Значит, потом, затем, значит, вручается у вас понаблюдение Александра Михайловича. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые гости нашего праздника. Почему сегодня православные храмы и дома людей украшены зелеными ветвями, цветами и травами? Как вы думаете? Думается. Правильно. Сегодня Церковь отмечает День Святой Троицы. День Святой Троицы – день особый. В этот день на апостолов сошел Святой Дух. И это случилось на 50-й день после Христового Воскресения. Над головами учеников Христа зажглись огненные языки. Теперь апостолы могли говорить на всех наречиях, чтобы нести благую весть о Христе всем народам. В этот день мы славим Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Обратите внимание, Святой Дух сошел на учеников Христовых в виде огненных языков. Почему именно так? Почему третье лицо Троицы являет себя в виде огня? А вот почему. Это символ того огня, который должен возгореться в душе каждого верующего человека. Возгореться любовь к Богу. Это знак того, что весь человек должен стать новым, должен стать настоящим христианином. И сейчас мы приглашаем на эту сцену для совершения молебна и благословения на праздник православное духовенство нашего города во главе с благочинным Михайловского церковного округа Иереем Алексеем Шамовым. Мы приглашаем на апостолов, учеников своих. Мы призваны с вами быть также учениками Христовыми, нести весть благую всему миру. Дух Святый сходит на апостолов, утешая их, потому что после крестной смерти Спасителя они думали, что они оставлены Богом. Но Господь обещает им иного утешителя, то есть Духа Святаго, и исполняет то, что говорил. На 50-й день Господь собирает всех апостолов, и все апостолы принимают Дух Святый. Они с этого момента посылаются во все концы вселенной, то есть весь мир для проповеди Евангелия, Слово Божие. Они говорят на всех языках. Значит, мы с уверенностью можем сказать о том, что сегодняшний день – это день рождения нашей с вами Церкви. И уже сколько веков и даже тысячелетий эта Церковь находится в неизменном своем состоянии, как Господь заповедовал нам идти и научать всех, так и мы должны идти. Мы должны исполнять Его волю святую. А воля Спасителя в первую очередь – это есть служение друг другу, служение в любви, в понимании, в сострадании. Вот тогда Господь через эти блага и принесет нам дар Святого Духа. Вот только очистив свое сердце, Господь войдет в него. Только очистив молитву и покаянием и добрыми делами, мы приобретем Духа Святаго. И как по обычаю, перед всяким добрым делом должна совершаться молитва. Сегодня мы и сейчас, в данный момент, совершим эту молитву и попросим, чтобы Господь благословил наше доброе и благое начинание. С праздником вас! Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, уважаемые жители и гости городского округа. Сегодня мы отмечаем один из главных праздников православных и всеми нами любимых праздников – Святую Троицу. У нее есть свои традиции, о которых сегодня нам поведают наши ведущие. Исследуя многовековым традициям наших предков, мы с вами прибыли в это прекрасное место, чтобы полюбоваться свежестью зелени, полюбоваться природой и начали этот праздник с молебна. Здоровья вам, мира, добра, успехов, счастья и всего только доброго! С праздником вас!